Прям за ручку схватился? Хотел бы смотреть. В тот день и маленький Рома и его мама еще долго будут помнить. Они заглянули в магазин «Строймастер», что он шоссейный. Семье нужно было выбрать двери, но посмотреть ничего так и не успели. Я подошла к одной двери, открыла ее. И Рома, глядя на меня, как я это делаю, попыталась открыть другую дверь, которая стояла прислоненная к стене. Просто прислоненная, не закрепленная. И я уже поворачиваюсь, увидела, что она начинает падать на него. 70-килограммовая железная махина рухнула прямо на трехлетнего мальчика. Итог – тяжелая травма. Перелом руки со смещением. Нам делали операцию, ставили спицы. Врачи успешно провели операцию. На восстановление руки понадобилось несколько месяцев. Все это время Айгуль с сыном ходили по больницам и массажным кабинетам. Конечно, все могло закончиться куда печальнее. Оттого обидно, что в магазине за незакрепленную дверь даже не извинились. Мы судились с этим магазином. Суд присудил 50 тысяч выплатить ребенку, 3 тысячи на судебные издержки мне. Областной суд поддержал судебное решение районного суда. Дело выиграли, но получить компенсацию так и не смогли. Исполнительный лист, который выдали в Дзержинском суде, оказалось не исполнить. Документ вернули назад судебные приставы. Возвращают эти исполнительные листы письмом уже заказным. Что там вот ошибка. Неправильно, не указана дата рождения должника. Айгуль снова отправилась в суд. Документы переделали, но судебные приставы их вновь вернули. Говорят, что там опять ошибка. Что на этот раз? В чем ошиблись? Также дата рождения неверная или не указана вообще. Чувство дежавю Айгуль пришлось испытать трижды. В следующий раз в суде ошиблись в номере ИНН. Но наша героиня оказалась на редкость неконфликтной. Терпение лопнуло, лишь когда ей заявили следующее. Сейчас вот нет бланков для исполнительных листов. Я говорю, когда будут? Мне ответили, не знаю, когда будет. В апреле точно нет. Чтобы разъяснить ситуацию, мы отправились в управление судебного департамента. Выяснилось, исполнительных листов действительно нет не только в Дзержинском суде, но и во всем городе. С 1 января 2015 года введены в действие новые бланки нового образца. Пока вот ожидаем поставку. Здесь заверили, бланки в судах должны появиться в конце этой недели. А вот то ли с невнимательным, то ли с безграмотным сотрудником Дзержинского суда пообещали разобраться. Это прям издевательство какое-то. Нам бы знать фамилию человека, который работает в суде и который не умеет заполнять документы. Это возможно? К нам гражданка это не обращалась. Поэтому я слышу первый раз об этой проблеме. Поэтому выясним, что случилось. Посмотрим. Юлия Гафарова, Владимир Семенов. Наше время.